Уже не за горами решающий момент. Скоро ТГТУ узнает, кто станет его главной красавицей в этом году. А пока девушки резервируют себе места в финальной десятке. Не так давно определилась Мисс Интеллект. Теперь же участницы состязаются в талантах. Лучше всего конкурсанток может понять Екатерина. Она победила в этом этапе в прошлом году, а сейчас сидит в жюри. Если вспомнить то, что было год назад, это было очень большое волнение, потому что конкуренция очень высокая. Жанры очень разные, и ты никогда не знаешь, кто понравится жюри больше. Но с точки зрения девчонок, я бы, наверное, постаралась как можно больше эмоций подарить публике. И за счет этого, я думаю, лучше сегодня победит. И эмоций было предостаточно. Девушки уже традиционно для конкурсов красоты пели, танцевали и читали стихи. Но были номера и в оригинальном жанре. Например, Елизавета в соответствии со своей специальностью показала химические опыты. Кстати, всего красавиц 15, и у них сложились теплые отношения. У нас очень хороший коллектив, мы с девочками дружные. И все у нас очень красивые и хорошие девочки. У нас нет, так сказать, какой-то конкуренции. У нас даже... Нет, конкуренция везде присутствует, но у нас она очень дружеская, можно сказать. Помимо Мисс Талант сегодня определяют победительницу еще одного промежуточного конкурса Мисс Дружба. Суть его заключается в том, что участницы сами голосуют, выбирают самую дружелюбную по их мнению. И эта девушка также автоматически попадает в финальную десятку. В итоге больше всего голосов члена жюри отдали Дарье. Она получает специальность промышленное и гражданское строительство и серьезно занимается танцами. Причем уже преподает это искусство самым маленьким. И победа в конкурсе талантов для нее имеет большое значение. Для меня это очень важно, потому что я развиваюсь в этом. Я очень много тренируюсь, танцую. Я бы хотела, чтобы люди это оценивали. Люди видели то, что я пытаюсь им показать. Свои переживания, свою жизнь. Все свои силы отдаю на тренировки, на то, чтобы люди были счастливы. Люди видели мою историю. Самой дружелюбной же участницей назвали Анастасию. Первокурсницу Института автоматики и информационных технологий. Я считаю, что в принципе смысл моей жизни в том, чтобы внести добро в жизни людей. И я думаю, что если девчонки меня выбрали, значит я справляюсь с этой миссией. Финал конкурса пройдет 17 марта в 18.30. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Анна Мусатова. Область новостей.